Везде это страдания, какие-то там переплетения, вот эти вот. Нет, надо меньше снимать. Да я не снимаю, зайка, для себя. Спокойство, нет. И куча факторов в совокупности. Ты считаешь, что раньше было раздельное образование, это было лучше, когда мальчики отдельно обучались, девчонки отдельно? Конечно, конечно. Были женские гимназии, были мужские гимназии. У них психика, понимаешь, вот я себя вспоминаю в 15-16 лет, психика абсолютно не готова. Какая нафиг любовь? Там еще просто гормоны прыгают, там даже о любви-то и речи нет. Там, что появилась любовь настоящая, это бывает один случай из ста. Все для этого создано, и вот эти вот все фильмы, песни, ну же все, вот эти все страдания. Ты говоришь, что зрелости нет. У Наташи Ростовой было 13 лет. Ничего. Детям изначально не объяснили, в чем суть жизни. То есть они изначально не знают свое предназначение, поэтому они неправильно определяют вообще смысл жизни, поэтому происходит порой так, что когда они встречаются с такой мощной энергией, как любовь, самые мощные переживания, тогда они просто не вывозят. Раньше, допустим, девочка в деревне росла и даже вместе с мальчиком в школу ходила. И даже ей было там хоть 12, хоть 18, хоть 20 лет. Она знала, что если мальчик подол поднял, то это все. Опорочили на всю округу, все соседние деревни тоже будут знать. Поэтому за своей честью следили и секс был только после свадьбы. Вот еще моя мать с отцом после свадьбы, они не знали, как сексом заниматься. Там одна девчонка переспала до свадьбы, так она там как проклятая ходила, так до какого-то вообще уландуха вышла замуж, никому не нужному. Потому что никто ее замуж не брал. И самое главное, это отношение с Богом. То есть когда вы в этой ситуации, ты жить не можешь физически. И ты начинаешь молиться. Поэтому в первую очередь это суть в жизни. Ты должен знать, в чем твоя суть. В смысле? В девушке, да, смысл жизни это рождение здоровых детей. Для этого нужно замуж выйти правильно. После свадьбы заниматься любовью. Сколько раз, неделю. Даже сейчас есть наука, телегония. Сейчас даже все знают, что если породистая собака, сука, переспала с кобелем непородистым, то даже спустя 5 лет все равно будут у нее рождаться дворняги. Даже уже от породистой собаки. Я знаю, про зебры лошади. Да, 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 с зеброй скрестили лошадь. Ее тесто не потеряла с зеброй. Понимаешь? Прямо, где-то через потерял зеброй. Да, через три года родились полосации лошади. То есть ты считаешь, что образование самое главное испытание? Что дети не манят. Нет, на то, что правильно, да, объясняю, что смысл жизни и суть. Что, как сказать? Они когда не знают, какой у них смысл в жизни, они начинают хвататься за какие-то вот такие вот события. А для них события это что? Вот опять же, какая-то любовь, да? Они ее раздувают из мухи слона в плане каких-то вселенских масштабов. Это любовь. Посмотрела на этого парня и ее отпустила. Все. И потом она через некоторое время находит себе мужа, выходит замуж и понимает, что вот она настоящая любовь. Просто они хватаются за это, потому что это все раздуто. Люди ее водят от настоящего смысла жизни, от Бога уводят и суют вот эти вот напичканную гормонами любовь, якобы любовь. Они думают, что вот это классно, гормоны бурлят, кровь кипит и вот она любовь. А по сути они рушат жизни. Если это вестись на это все, это верить, что это якобы она, вот она настоящая. Нужно объяснять, что любовь это вот, когда уже готовы к детям, когда есть какие-то планы на будущее, когда, ну то есть какая-то чувствуется ответственность в себе их сторонах. Вот так это все остальное, я считаю, что это просто влюбленности гормональные. То есть в любви тоже должна быть определенная культура. Культура определенная, допустим, секс. После замужества, да? Правильно, потому что от секса появляются дети, как ты не предохраняйся. И в итоге с кем эти дети останутся, если эта девушка не защищена, хотя бы замужеством это, то есть взять девушку замуж, это минимум, что парень может сделать. Да, конечно, сколько этих любовей гасло и разбивалось только о беременности, когда парень убегал. Сначала была любовь неземная, там, сулил и горы, там, и все остальное, там, а по факту, как только случалась беременность, все, только пятки сверкали. Где эта любовь, куда она там додевается? Ну, то есть, все разбивается в какие-то вот такие вот моменты. Ответственность какая-то приходит. Да, и все. В этом чуде есть любовь. То есть, парень, он в первую очередь должен быть ответственным, должен суметь построить дом, посадить дерево, имеется как бы вырастить сад, воспитать сына. И вот, то есть, видишь, а самое главное в жизни, вот тоже недавно только это он осознал, что самое главное это дети в жизни. Продолжение твое, твоего рода. То есть, если у тебя, ты ни одного мальчика не родил, потому что все девочки твои уйдут в продолжение чужих родов, то есть, а если у тебя ни одного мальчика нет, то ты себя никак не продолжим в этом мире. И потом ты уже в старости это только осознаешь, что уже прожито зря. Да, дети это важно. Да, вот так писано. Совместное творение, радость для всех и созерцание его. Что радость может принести. Рождение. Там, мы же помнишь, обсуждали, что это емкое вот это вот понятие. Сознание творения. Ну, ты что думаешь, что самое важное будет? Найти себя, я говорю уже об этом. Ну, это вообще, извини, в смысле найти себя? Ты что, потеряла себя? Ну, предназначение свое найти. Ну, предназначение это... У кого-то предназначение это деятельность на сто процентов. У кого-то предназначение, не знаю, там... Подожди. Ну, что-нибудь сделать значимое для мира, я не знаю. Ну, не знаю. Даже, допустим, там, того же Микро, он книгу написал, которая за собой повела там миллионами людей, там, тысячи людей. Еще там кто-то, какие-то есть свои предназначения, не буду еще ископаться. Понимаешь, сына можно родить, и, как сказать, вот у нас вот таких вот рождает сыновей, которые потом растут с матерью, да, и непонятно, как воспитываются. Ну, воспитать, я сразу скажу, что воспитать. Ну, воспитать. Ты даже можешь чужого сына воспитать. Конечно. Это будет, как бы, мне кажется, твой сын. Дети-то, как сказать, это тоже люди со своими судьбами, со своими какими-то предназначениями, опять же. Дело-то, только на них ставку, они потом выросли и учились дома. Вот ты говоришь, предназначение. Такое значение придаешь, что предназначение. Вот смотри, раньше, допустим, на Руси люди жили, предназначение у них было у всех простое. А там, допустим, быть сапожником, конюхом, там, или кузнецом, они даже не считали это предназначением каким-то. Это какое-то дело, которое они выполняют. А сейчас, наоборот, какое-то дело, которым они там занимаются, они считают предназначением своим. А в те далекие времена, не столь далекие, предназначением-то как раз было не то, что он там был кузнецом, а предназначение его было совершенствование среды обитания, воспитание детей. Пользу какую-то нести человечеству, людям. Ну, что лучше, саму пользу нести или воспитать ребенка, который будет пользу нести? Ну, это как уже получится, мне кажется. Ну, а что круче, воспитать ребенка, который будет пользу нести или самому пользу нести? Ты чудо вселенной, Ты дар Божий.